В начале февраля исполнилось 60 лет директору спортивно-оздоровительного комплекса «Яхрома» Алексею Дзарданову. На протяжении 10 лет он успешно и грамотно руководит муниципальным учреждением. На радость жителям города развивает массовый спорт и физическую культуру. Алексей Юрьевич Дзарданов знает толк в работе. Он тренер по профессии и по призванию. Родился я в Москве. Выбора у меня большого не было, так как у меня родители бывшие спортсмены и тренеры. Отец победитель спартакиады «Зимний народов СССР», мама чемпионка России по лыжным гонкам, отец по горным лыжам. Меня отправили во дворец пионеров, это тоже на Ленинских горах, игровой вид, гонбол, ручной мяч. Там я играл в специализированной школе. Там планка была очень высокая. Это финал чемпионата первенства СССР и первенства России только такие воспринимались результаты. В 1974 году, когда мы учились в девятом классе, нас собрали всех в один спортивный класс. Это был первый спортивный класс в Москве. 28 гонболистов, 14 мальчиков, 14 девочек, 3 ватерполиста, 2 пловца и 1 девочка художественной гимнастики. На этом мы готовили спартакиады школьников во Львове. Школа определила его будущую профессию. После окончания Государственного Центрального Института Физической Культуры он вернулся в родной дворец пионеров и начал работать тренером по гонболу у девочек. В 32 года Алексей Юрьевич стал самым молодым заслуженным тренером по гонболу после того, как его воспитанница стала двукратной чемпионкой мира среди молодежи. Через несколько лет детского наставника пригласили работать главным тренером юношеской сборной страны по гонболу. В конце 90-х, в начале 2000-х подопечные Алексея Дзарданова стали чемпионками мира и Европы среди молодежи, серебряными призерами чемпионата Европы среди девушек, чемпионками всемирных юношеских игр в Москве. Самая первая, моя лучшая воспитанница Дерюгина Наталья, она признавалась в два раза лучшей линейной мира, потом она одной из первых легионеров уехала в Данию, до сих пор поддерживаем отношения, 71-го года рождения. Алексей Дзарданов помогал тренировать и национальную женскую команду страны под руководством Евгения Трифилова. Алексей Юрьевич воспитал четырех мастеров спорта международного класса, а еще две его ученицы впоследствии стали заслуженными тренерами России. Так как я выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы, то два года подряд я получал президентский грант. Но когда мы получали этот президентский грант, мы еще как бы получили письмо от Фетисова. Но тут есть очень приятная фраза, как бы, вы наша гордость и слава нашей Родины. Очень приятно. А этот документ я получил в 2000 году. Таким документом в России владеют шесть человек. Четыре мужских тренера и два женских. Это международный сертификат ЕГФ. То есть это тренер категории А. Владелец этого сертификата может в любой стране мира заниматься тренерской работой без прохождения предварительной переподготовки. В 2002 году Алексей Юрьевич переехал жить из Москвы на дачу в Дмитровский район. Через несколько лет устроился старшим тренером-преподавателем в спортивно-оздоровительный комплекс Яхрома. А вскоре возглавил его. Я очень доволен, что наш флог сейчас как бы так на хорошем счету. За эти годы у нас есть серьезный хороший результат. Во-первых, мы два раза становились лучшими в Московской области. Один раз лучшими в России. Мы воспитали четырех мастеров спорта по разным видам. Мы по волейболу, пляжному воле, карате, ушу, плаванию, художественной гимнастике. У нас есть и победители, и призеры первенства России. Я считаю, для даже не школы спортивной, а для вот этой спортивной организации, которая самая низшая, это как бы очень серьезный результат. Одно из самых заветных желаний – построить новый ФОК в Яхроме. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса разрабатывался с учетом пожеланий администрации и сотрудников спортивного комплекса. Финансирование строительства заложено в бюджет на будущий год. И здесь ждут, не дождутся начала работы. Авторская программа об этом удивительном человеке выйдет на нашем телеканале в воскресенье в 19.05.